Здравия всем, дорогие друзья! В данном ролике мы поговорим о едином и реальном Господе Боге, Создателе, Творце, Абсолюте, Яхве, Демиурге, Илаим, Сварог или Сварга. Это как принято считать в религиях название могущественного и сверхъестественного высшего существа. Чтобы познать суть Бога, человек должен вести его поиск. В русском языке и в других языках славянского происхождения, Относящихся к индоевропейской группе Бог, по мнению лингвистов, происходит от санскритского Бхага, что значит «одаряющий» или «наделяющий». Слово «Бог», если рассматривать это слово далее, происходит от «Бхагас», что означает «достояние и счастье». Слово «богатство» также родственно слову «Бог». В этом и выражено представление людей о Боге как полноте бытия, как совершенстве и блаженстве. Господь Бог, Демиург, Творец, Абсолют или Илаим не хранит в себе эти качества, а изливает их на мир, людей и на все живое. Бог одаряет и наделяет всех людей и все творения в этом мире своей полнотой и богатством, как только человек обращается и приобщается к Богу. Действительно, в монотеистических так называемых авраамических религиях Бог-Творец Илаим рассматривается как личность, как персонификация высшего существа. Абсолют как непостижимый, трансцендентный личный Бог, то есть Господь Бог Авраама, Исаака и Иакова, проявляет себя в высшей реальности, причем как единый и единственный Бог, который не имеет себе подобных. В различных политоистических религиях мира боги создают и устраивают мир, дают всем вещам, населяющим мир, существам и людям, их бытие, меру, значение и закон. Далее из их пантеона богов обычно выделяется один самый главный Бог. Такая концепция Бога получила название Монолатрия. Господь Бог, Абсолют, Демиург или Творец – это одно из главных и центральных религиозных понятий во всем мире, который означает некую объективированную, сверхъестественную мифологическую сущность, выступающую объектом поклонения. Получается, что сакральная персонификация Абсолюта в разных религиях теистского типа – верховная личность, наполненная законами существования, а также высшим разумом, сверхъестественным могуществом и абсолютным совершенством. Бог-творец и Абсолют – это персонифицированные интерпретации законов Вселенной. Понятие «единый Бог» свойственно для зрелых форм такого религиозного направления, как, например, теизм, и его формирование является результатом длительной исторической эволюции религиозного сознания человека. Можно сказать, что Господь Бог – это термин религиозный, Бог-творец, Абсолют или Элаим в любой религии наделен чертами высшего и идеального существа. Бог в ряде религиозных концепций является творцом мира, и следователи, учитывая очень большую сложность и наличие огромного количества понятий, таких как Бог, Элаим, Творец и Абсолют, пришли к выводу о том, что достаточно трудно дать некое единое и общее определение этому слову. Различные мнения религиоведов свидетельствуют, что весьма трудно и, быть может, даже невозможно дать такое определение слову Бог, которое бы включало в себя действительно все значения этого слова и его различных эквивалентов. Даже если Бог Демиург, Творец и Абсолют – это сверхчеловеческое или сверхприродное существо, которое управляет этим миром, то это будет некорректно. Например, слово «сверхчеловеческое» нельзя применить к почитанию обожествленных римских императоров, а определение «сверхприродное» – к отождествлению Бога с природой у Спинозы. Если рассматривать глагол «управляет», то его нельзя применить к точке зрения Эпикура и его школы, согласно которой Господь Бог и Боги не влияют на жизнь людей. Такова суть Бога в данном случае. Греческое слово «теос», например, по мнению Платона, происходит от глагола «тейн», которое означает слово «бежать». Вы спросите, при чем тут Бог Демиург или Абсолют и Творец? Дело в том, что древние люди, населявшие Элладу, почитали только тех богов, которых и теперь еще почитают многие язычники, то есть солнце, луну, землю, звезды и небо. Поскольку древние люди видели, что каждый бог всегда бежит, совершая круговорот по небу, то от этой природы бега им и дали такие имена. На это указывает Платон. Иными словами, древние люди видели в природе и ее круговороте указания на существование какой-то высшей разумной силы. Однако, древние люди не могли отождествить эти явления с единым богом, но представляли их в виде множества божественных сил, целого пантеона богов. В этом видна другая суть бога. В германских языках слово «бог» – это английское «gad» и немецкое «god». Слово «бог» здесь происходит от глагола, означающего «падать в ниц», «падать в поклонение». Людьми, которые в раннее время стремились сказать хоть что-то о боге, указывалось на отношение человека к ряду явлений природы. Удары молнии и гром. Отчего древний человек падал на колени от страха перед сверхъестественным и необъяснимым. Митрополит Антоний Сурожский описывает, что не было сделано более верной попытки его описать, очертить, сказать, каков он точно, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с богом. Когда вдруг его осияет божественная благодать и божественный свет. Все, что человек в такой ситуации может сделать, так это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь тому, кто непостижим, и вместе с тем открываясь ему в такой близости и в таком дивном сиянии. Господь Бог, Творец Демиург или Абсолют открылся древним евреем именем Яхве, который означает «сущий» или «имеющий существование», «имеющий бытие». Слово «сущий» происходит, в свою очередь, от глагола «хьях», которое означает слово «быть, существовать» или скорее от первого лица этого глагола «ех», что значит «я есмь». Однако этот глагол имеет динамический смысл. Он означает не просто сам по себе факт существования, но некое всегда актуальное бытие, живое и действенное, присутствие живого субъекта. Когда Творец Абсолют и Бог говорит Моисею «Я есмь сущий», это означает «я живу», «я здесь», «я нахожусь рядом с тобой». Вместе с тем, Бог и Абсолют этим именем подчеркивает превосходство бытия Божьего над бытием всего существующего. Это самостоятельное, первичное, можно сказать, что вечное бытие. Бог – это полнота бытия, которая есть сверхбытие. По своему значению слово «сущий» сверхъестественно. Оно превосходит всю совокупность бытия, являясь единоличной причиной и создателем всего сущего, материи, сущности, существования, бытия. Бог и Абсолют – это сущий, то есть начало и мера вечности, причины времени и мера времени для всего существующего и вообще становления всего становящегося. Господь, Бог или Творец говорят в Торе Моисею, что из сущего исходит вечность, сущность, сущие, время становления и становящиеся, поскольку в сущем пребывает все сущее, как изменяющееся, так и неизменное. Бог-Творец или Абсолют – это не просто сущий, но сущий, которого вечно и беспредельно заключает в себе совокупность всех форм бытия, как настоящих, так и будущих. То есть, здесь, в религиозном источнике, указывается на то, что Бог находится всюду. Философы разных стран веками ожесточенно спорили насчет того, кто же такой Бог и Абсолют. Существует множество различных теорий на тот счет, кто такой Творец. Каждый из ученых и философов пытался дать свое видение этой важной проблеме. Платон, как уже отмечалось выше, говорил о том, что существует чистый разум Абсолют, который созерцает на людей свыше. Такой Бог является и Творцом всех вещей. Позднее, в эпоху так называемого Нового Времени, например, Рене Декарт, называл Бога существом, который не имеет изъянов, потому что Бог идеален. Спиноза также говорил, что Бог и Творец – это сама природа, которая создает все вокруг, но чудес не совершает. В XVII веке рождается рационализм, представителем которого был Эммануил Кант, который утверждал, что Бог и Абсолют живет в разуме человека для удовлетворения его духовных потребностей. Гегель, в свою очередь, был представителем идеализма и в своих трудах превратил Всевышнего в некую идею, которая при своем развитии породила все, что мы можем только видеть вокруг. XX век, в свою очередь, пододвинул нас в итоге к пониманию того, что Бог – Абсолют и Творец, един и для философов, и для простых верующих людей. Однако путь, который ведет этих личностей к Всевышнему, у всех людей разный. Религия иудаизм является национальной религией евреев, которая стала основой и базисом для христианства. Иудаизм является одним из самых ярких примеров монотеизма, то есть единобожия, а местом возникновения иудаизма считается Палестина. Абсолют и Творец Господь Бог евреев, или Илаим, или Яхва, считается создателем мира. Он общался с избранными людьми, такими как Авраамом, Моисеем, Исааком и другими пророками. Бог передал им знания и законы, которые нужно было исполнять всему народу. В иудаизме говорится о том, что Яхва или Бог един для всех, даже для тех, кто его не признает. Последовательный принцип монотеизма в иудаизме впервые за всю историю был провозглашен неизменным. Бог евреев Яхва является вечным началом и концом, творцом всей вселенной. Святой книгой у евреев считается Тора, которая позднее стала Ветхим Заветом. Пророки создавали различные истории, в которых отражено, как Бог и Абсолют взаимодействовали с людьми в различных ситуациях. Еще одним важнейшим догматом иудаизма является приход так называемого Мессии, или Мышиаха, который должен спасти избранный народ от вечных мучений. Самой многочисленной из мировых религий сегодня по праву является христианство. Христианство возникло в середине первого века нашей эры, в Палестине. Вначале христианами были только евреи, но довольно быстро, всего за пару десятков лет, эта религия охватила множество различных национальностей. Центральной личностью и первопричиной ее возникновения стал Иисус Христос, Бог-человек. Однако, историки утверждают, что и тяжелые условия жизни людей сыграли в этом свою важную роль. Также историки не отрицают и существование самого Иисуса Христа как исторической личности. Главной книгой в христианстве считается Библия, которая состоит из Старого и Нового Заветов, первой из которых является Иудейской Торой. Вторая часть этой священной книги была написана гораздо позднее, уже последователями и учениками Иисуса Христа. Библия повествует о жизни и деяниях этого великого просветленного духовного учителя. Единый Бог, Демиург, Творец Абсолют, для христиан это Господь Бог, который желает спасти всех людей на земле от адского пламени и тяжелейших лишений. Бог всегда рядом с человеком, потому что последний – это творение Бога. Однако, человек сам должен быть инициатором того, чтобы Бог установил с человеком прямую связь, таков закон свободы воли. Господь Бог и Творец обещает вечную жизнь в раю, если верить в Него и служить Ему неуклонно. Любой человек может уверовать в Бога, независимо от национальности, возраста и прошлого. Абсолют, Бог или Троица у христиан имеет три ипостаси – Отец, Сын и Дух Святой. Каждый из этих троих является неотъемлемой частью двух остальных, являясь при этом всемогущим, вечным и всеблагим. Как говорилось ранее, иудеи издревле ждали прихода Спасителя, Мышааха или Мессии. Для христиан Богочеловек Иисус Христос стал таковым, хотя евреи его и не признали. Библия совершенно четко говорит нам, что Христос – это Сын Божий, Богочеловек, который был послан для того, чтобы спасти мир от погибели. Или, точнее, заблудших овец дома Израилева. Все началось с так называемого «непорочного зачатия юной Девы Марии», который спустился ангел от Бога и сообщил ей, что она была избрана самим Всевышним для важнейшей миссии. При рождении Спасителя Иисуса Христа, как утверждает религиозный источник, на небе зажглась новая звезда. Детство Иисуса Христа прошло почти так же, как и всех его сверстников. Однако, достигнув 12 лет, он пропадает, то есть в Библии не рассказывается о том, чем занимался Иисус Христос на протяжении 17 лет. Он появляется в Библии снова лишь к 30 годам, и Иисус Христос был крещен и начал свои известные деяния. Есть гипотеза, что Господь Бог Иисус Христос путешествовал все это время по Индии, изучая в разных храмах древние писания о Боге Творце. Главным в учении выступало то, что Он Иисус Христос, то есть есть Мессия и Сын Божий. Иисус говорил ученикам и последователям о покаянии и прощении о грядущем суде и Втором пришествии. Бога Человека Иисус Христос совершил множество чудес, таких как исцеление, воскрешение, превращение воды в вино и увеличение численности рыбы и хлеба. Однако, главным стало то, что в конце концов Иисус Христос, согласно Библии, принес себя в жертвы за грехи людей всего мира. Считается, что Иисус был невиновным и страдал за всех людей, чтобы они имели возможность спастись через Его кровь и мучения. Воскрешение Христа стало победой светлых сил над злом и дьяволом. Воскрешение должно было дать надежду всякому, кто в ней нуждается, на неминуемое спасение. Религия ислам или мусульманство возникла в VII веке в западной части Аравийского полуострова. Его основателем стал реальный исторический деятель Мухаммед, который выступает в этой религии величайшим пророком. Мухаммед получил откровение от ангела Джибраила и должен был рассказать об этом людям. Голос, который открыл Мухаммеду истину, дал также и содержание священной книги, которые в мусульманстве называют Коран. Творец Абсолют и Бог Мусульман – это Аллах. Дословно, это означает «Единый Бог». Бог Аллах создал все, что нас окружает, всех существ, семь небес, атырай. Творец Бог Аллах восседает на своем троне выше седьмого неба и управляет всем, что происходит. Бог или Аллах – это, по сути, одно и то же, ведь если перевести слово «Аллах» с арабского на русский, то мы увидим, что его значение, как уже отмечалось, и есть «Единый Бог». Однако мусульмане не воспринимают это таким образом. Бог Аллах для них является чем-то особенным. Аллах един, велик, всевидич и вечен. Бог Аллах посылает свое знание через пророков. Всего пророков было девять, и восемь из них аналогичны апостолам из христианства, включая самого Иисуса Христа – Ису. Девятым и самым святым считается в мусульманстве пророк Мухаммед. Только Мухаммед удостоился чести получить самое полное знание в виде Корана. Третьей мировой религией по праву считается буддизм. Эта религия была основана в VI веке до н.э. в Индии. Человек, который дал начало этой мировой религии, имел четыре имени, но самым известным из них является имя Будды или просветленный, пробужденный. Необходимо отметить, что это не просто имя, а состояние разума, духовно развитого человека. Понятие Господь Бог, Творец и Абсолют, как в иудаизме, христианстве или исламе, в религии буддизм вообще не существует. Будда объяснял, что само сотворение мира – это не тот вопрос, который должен беспокоить человека на земле, поэтому само существование Бога как Творца в буддизме, исходя из такого объяснения, вообще отрицается. Люди должны заботиться о своей карме и достижении так называемой нирваны. Будду же современные последователи рассматривают по-разному, чаще всего в двух разных концепциях. Представители первой из них говорят о нем как о просветленном человеке, который достиг нирваны. Во второй же концепции Будду считают олицетворением Джармакайи, то есть сущности мироздания, которая пришла для просвещения всех людей, в итоге Богом в теле человека на земле. Поэтому Будда сегодня представлен в монастырях в виде статуи Бога. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на меня ВКонтакте. Также по ссылке в описании вы можете поддержать наш канал своими донатами. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!